Меня зовут Алан Вейк, и я писатель. На меня набросились какие-то темные существа, словно из кошмара. Шериф отвезла меня на озеро, где мы с Элис остановились, но наш дом исчез. Приветствую, и добро пожаловать в Валан Уэйк ремастерят. Вот же тормоз кофе стоит. Или нас наебали и там нету кофе. Кто-то должен нам ответить на этот вопрос. Неплохо так живут писатели. Книги, написанные Алланом. Он что-то типа Стивена Кинга. Ужастики только пишет. Идёмте на кухню. Она возится с фотками Уэйка. Значит, она фотограф. Ясненько. О, я же закончила макеты обложки на твоём столе. Как они тебе? Без шуток. Не думал, что ты справишься так быстро. Иногда я могу творить любые чудеса, милый. Что, правда? Ну, прошлой ночью у тебя сомнений не было. А эта дверь куда ведёт? Закрыто. В собственном доме не везде могу ходить. Они плохо смотрятся. О, конечно, пока Барри не наложит на них руки. Но это только через мой труп. Прошлый раз был последним. Кстати, о Барри. Он звонил. Страничка рукописи. Но это не из погружения, я так понял. Правду говорят. Убивает не падение, а сильный удар в конце. Я лежал в снегу, а в голове у меня раз за разом повторялась жуткая вереница сцен, что привела меня сюда. Повтор моего личного сна в фильма. Память моего трупа. Опять я играю словами. Роковая женщина исчезла. Остался только кислый привкус убившего меня поцелуя. Это было запоздалое прощание. Через 13 лет после того, как я отомстил, оно, наконец, настигло меня. Боль пришлось терпеть долго. Моя кровь окрасила снег. Эдакий зловещий коктейль. Растворила все разбросанные боли утоляющие. И лениво капала в сточную трубу, смешиваясь с желчью города. Становясь с ней одним целым. Теперь я вижу их. Моих жену и сына. Милая. Я дома. Видим наброски новой книги. Так, че там у нас со светом? Мне это совсем не нравится. Пожалуйста, поспеши. Милая, не в щитке дело. Но у меня есть фонарик. Хорошо. Не пугайся, любимая. Я рядом. Привет. Все хорошо? Извини. Я просто... Просто очень испугалась. Не волнуйся. Мы сейчас зажжем свечи. Я знаю, это глупо. Просто... Особенно, когда неожиданно. Понимаешь? Я смущена. Я люблю тебя. Поведай историю, писатель. Ладно. Мне часто снились кошмары в детстве. И я тоже боялся темноты. В конце концов, мама дала мне старый выключатель. Она назвала его Щелкунчиком. Щелкунчиком? Да. Когда меня пугала темнота, я нажимал кнопку, и волшебный свет разгонял всех чудовищ. Ну, конечно. Вот он. Аллан. Может, он поможет и тебе. Да, милая история, писак. Ты ее только что выдумал, да? Нет, нет. Серьезно. Я тебя люблю. Хоть ты и врунишка. Спасибо за это. Чувствуйте тошноту, дезориентацию. Мистер Уэйк, все хорошо? Хорошо. Голова в порядке. Мне пришлось солгать о мигрении и потере памяти. Он бы отправил меня в больницу на обследование. Я не мог уехать без Элис. Прекрасно. Не думаю, что сотрясение, но вы явно пережили шок. Вам следует отдохнуть пару дней. Спасибо. Что ж, мистер Уэйк, вот и все здесь. Если боль усилится или почувствуете еще какие-то симптомы милости, прошу ко мне. Можете возвращаться к своим делам. Шериф Брейкер ждет вас. Она отлично выполняет работу. Не сомневаюсь. Она быстро отыщет вашу жену. Доктор Нельсон был образцом провинциального доктора. Шериф Брейкер вызвала его в участок, чтобы он осмотрел порез на моей голове. И он сказал, что со мной все гуд. Спасибо, мисс Уивер, что проверили освещение. Кажется, все в порядке. Я не из-за большого удовольствия делаю это, помощник Грант. Лампочки нужно скоро поменять. Вы не сможете делать это в темноте. Я за этим обязательно прослежу, мисс Уивер. Хорошего дня. Очень хорошо. Я вернусь позже напомнить еще раз так на всякий пожар. Мистер Уэйк, шериф ждет в кабинете. Вам прямо. Это Синтия Уивер. Ее, пожалуй, можно назвать городской чудачкой. Когда-то она была редактором местной газеты, но теперь увлекается другими вещами. Да, я уже ее видел в закусочной. Странная тетя, конечно. Вы видели этих людей? Ричард Боук, Брюс Дански, Джейкоб Миллер. Не вернулись вовремя из туристического похода и не выходят на связь. Если вы видели их или знаете их местонахождение, позвоните по номеру 555-9932. Спасибо. Сходите, мистер Уэйк. Ваш телефон на столе. Он сел, но мы его зарядили. А мои пушки еще не отдадите? Вы уже начали искать мою жену? Мои люди уже работают. Вы можете рассказать, что случилось? Я не уверен. Не могу вспомнить. Мы спорили. Я отошел от дома. Дома на озере Коутерн? Как вы оказались на заправке стаки? Я хотел рассказать ей о случившемся ночью, но не мог. Она бы заперла меня. Извините, мне нужно ответить. Да? Алла, пожалуйста, помоги мне. Элис? Не говори с копами. Если еще хочешь увидеть свою жену, будешь делать, как я скажу. Иди на заднюю стоянку. Рядом дыра в заборе. Загляни в старую тачку. Я там кое-что оставил, чтобы ты убедился, что мы все связаны. Когда отвержишься от копов, встретимся в национальном парке. Место Лаверс Пик. В полночь. И без глупостей, приятель. Мы следим за тобой. Элис похитили? Вот черт, а. А проспавшись, начал вот так орать. Мистер Уэйк, пройдите через ту дверь по коридору и выйдите назад. Эй! Мне мало здесь света! Черт! Эй! Эй, мистер! Можете свет... Свет включить! Помощники Шерипа ничего не понимают! Они меня даже не слушают! Мне... Мне нужно, чтобы было светло! Не вопрос, приятель. Спасибо, мужик, спасибо, эй! Сразу видно. Ты хороший парень. И не слушай, если кто будет говорить иначе. Знаете, за что меня закрыли? Копы все... Перепутали, понимаете? Да-да-да, я избил его. Но я не был пьян. В смысле, тогда я был трезвый. Это я только потом напился. Так, слушай. Слушай внимательно, слушай осторожно. Дело вот в чем. Это был не Дэнни. Нет, сэр. Но выглядел как он. Хочешь знать, кто это был на самом деле? А я тебе скажу, кто был. Черт, пришелец, вот кто! Я знаю, это похоже на бред пьяного. Но поверь мне. Тогда я не был пьян. Да ты, похоже, всегда под мухой, приятель. Ранний утренний свет сжег глаза, и от него начала болеть голова. По телефону сказали, иди через дыру в заборе. Тоже глаза сжет. Потому что я под вечер играю, и уже темно. Звонивший сказал найти дыру в заборе позади полицейского участка. Там было что-то для меня в старой машине. Я понял, понял. Еще один термос. А че подсчет не ведется, сколько я собрал, сколько осталось. Что ж, закончилась еще одна долгая ночь, и нам пора на время проститься. Видит Бог, мне нужно поспать. И напоследок вот еще что. Для шерифа ночь выдалась напряженной. Несколько разбитых окон, и даже сообщение о стрельбе на Мейн-стрит. Помощникам шерифа Маллигану и Торнтону пришлось разбираться с двумя перебравшими молодыми людьми, которые отмечали постройку своей карнавальной колесницы. Впрочем, такое бывает ежегодно. Я знаю, это здорово, когда праздник на подходе. И все же лучше поберечь силы для торжества, а стрельбой развлекаться на соревнованиях. Согласны? А? Ну зачем торопиться? Музыку мы слушать не будем. Надеюсь, что нас не оштрафуют за порчу чужого имущества. Похититель сделал контрольный выстрел, и тень растаяла во мгле. Видишь? Ничего особенного, Вейк. Сама мысль о том, что Элис в руках у этого человека, была отвратительна. Мы стояли на деревянной площадке Лаверспик. За спиной у нас виднелась гора с водопадом. Над головой мерцали красные огоньки радиомачты. Меня так и подмывало нанести удар, но я заставил себя заговорить. Давай перейдем к делу. Где моя жена? Похититель хотел, чтобы нашли эту страничку? Водительские права Элис лежали на переднем сиденье. Звонивший не шутил. А вот что он нам оставил. В доказательство, что Элис у него. Барри, послушай меня. Я в офисе шерифа. Приезжай и забери меня. Сейчас не могу говорить. Ал, что за чертовчинец? Я должен был уговорить шерифа отпустить меня. Мне необходимо добраться до парка Элдервуд и встретиться с похитителями Элис. Значит, это не один человек. Че им от нас надо? Выкуп? Ладно, встретимся, узнаем. Сначала надо у шерифа отпроситься. А то если мы просто так уйдем, могут обидеться и в розыск объявить. Писатель есть свет, что показывает миру его истории из тьмы. Формирует ее из ничего. Как скульптор высекает статуи с куска гранита. Если остановлюсь, мир может умереть. Тьма поглотит все. Это длинное тяжелое путешествие во тьму. Жизнь Элис была на кону. Но я не могу думать об этом, иначе потеряю ее. Страх замедляется на грани восприятия. Я сдюжу. Все возможно здесь. Я напишу историю, я спасу ее. А этот тип этого, конечно же, не видел. Алкаш. Прекрасно, Сара. Я только хотел уладить все неприятности, которые братья Андерсона могли нечаянно причинить во время своей недавней неудачной прогулки. Они, конечно, не отвечают за свои поступки. Уверяю вас, я устроил разнос своим сотрудникам. Тор и Один никому не мешали, пока жили у себя на ферме. Действительно. Все, что мы можем сделать, это замедлить развитие деменции. Девушки отдыхают. Я имел удовольствие несколько раз побеседовать с ней о вашем положении. Вы с ней о чем-то договорились? Я пригласил ее сюда. Моя клиника, это место... Эй! О, Боже! Полегче. Эй, никому не двигаться! А ну, убрали руки от моего клиента! Кто вы? Я Барри Уиллер, его агент! Если у вас дело к мистеру Уэйку, говорите со мной! Вы, местные, даже не знаете, что за любой удар я натравлю адвокатов на вашей заднице! Пустяки, Сара. Все хорошо. Я не хочу предъявлять обвинения. Мистер Уэйк, Моё предложение в силе. Забери меня отсюда. Что это, чёрт подери, было, Алл? Нам не нужно повторение ситуации с папарацци. Я думал, что они хотят закрыть тебя. Мне не нравится его. Мне это всё не нравится. Это нехорошо. По факту, это абсолютно антипод хорошему. Мистер Уэйк! Барри, вы его нашли? Привет, Роуз. Ух ты! Я как раз тоже о вас думала. Здорово. Я несла Расти кофе. Он на балконе, вместе с Максом. Бедняжка. Мне надо бежать. Рада была с вами увидеться, мистер Уэйк. Увидимся. Кто такой Макс? Да у неё ветер в голове. Боже, мистер, я дам в рожу всем подряд. Это не её вина. Она очень милая девушка, и, что важнее, твой фанат. У неё даже есть фан-сайт, посвящённый тебе. И она была весьма полезна, когда я тебя искал. Серьёзно, Алл. То, что ты сказал в машине, только послушай себя. Что, ты застрелил человека, и его тело просто исчезло? Когда ты спал в последний раз? Или ты дунул? А может, ты пил? Нет. Слушай, Барри, я пропал на неделю. Кто-то похитил Элис, и всё только... Ты понимаешь, как это звучит, когда ты говоришь такие вот вещи? Не пойми неправильно, хорошая история может быть бестселлером. Но когда ты начинаешь путать вымысел и реальность, это как покупка билета прямо в дурдом. Жди здесь. Барри, конечно, можно понять. В такое действительно сложно поверить. Полный трэш. Тише, малыш. Я почти закончил. Эй, Расти, да? Вы сдаёте домики. О, мистер Вайрик, я бы пожал вам руку, но у меня они слегка заняты. Извините, но не могли бы вы принести бланк регистрации со стола? Он напротив кривозубого Чарли. Да, конечно. Что произошло? Чокнутые браконьеры. Макс попался в капкан. Их запрещено здесь ставить. Да и вообще нельзя охотиться на территории парка. Но некоторых гадов это не останавливает. Ну, хотя бы с Максом всё будет в порядке. Везунчик. Макс ещё не отошёл от укола. И мне бы не хотелось оставлять его одного. Бланк лежит на столе напротив скелета мамонта. Оу, бедный пёсик. Мне его так жалко. Так, малыш. Серьёзно, Алл, нельзя просто пойти и взять похитителя. Эти истории всегда заканчиваются катастрофой. Ты должен поговорить с копами. Она моя жена, и это мой долг. Поговорим об этом позже. Нет, всё это вот... Слушай, ты ударился головой. Да господи, Алл, ну же. Ты должен понять, как безумно всё это звучит. Но если ты пытаешься пошутить надо мной или напугать, у тебя получилось. Ха-ха, давайте смейтесь над Барри. Что ж ты мне сделал? Очень смешно, Алл. Лучше б не начинал. Это не шутки, дружище. Всё всерьёз. Да ты, скорее, сам в этом убедишься. Подписал. Осталось только отнести. Ну и чё? Вот бланка, которую мы просили. А вот ключи. Это всё, мистер Вейк. Рад, что вы решили тут остановиться. Спасибо. Подскажете, как добраться до Лаверспик? Конечно. Туда ведёт тропа для туристов. Просто идите по тропе и придёте. Лёгкая прогулка. Чудесное место. Если потеряетесь, смотрите на радио-мачту. Это прямо под ней. Да, если захотите прогуляться по лесу, смотрите под ноги. А то получится как с Максом. Я немного беспокоюсь. У нас тут уже несколько туристов пропало. Они, конечно, не обязаны отмечаться, но с этими капканами. В общем, мне не нужны проблемы. Да, спасибо. После прошлой ночи мне гулять в местных лесах как-то не хочется. Слушай, Алл, ты хочешь, чтобы я поверил, что ты застрелил чувака, который... Пуф! Растворился в воздухе. Тот чувак, который был пули не пробиваем, пока ты на него фонариком не посветил. Ты наверняка услышал это от людей, которые провели всё время в комнате с мягкими стенами. Привязанные к койкам в белых рубашках с длиннющими связанными рукавами. И едят они диетическое питание в виде таблеток. Алл, ты сам отпускал колки и шутки о людях, которые верят в подобное. Ты же скептик. Ты мне выдал целую часовую лекцию о гомеопатии в прошлом месяце. Как ты там? Если нет доказательств, это всё полная чушь. Точка. Теперь можешь посмеяться надо мной. Алл, ну ладно. Я... Хорошо. Хорошо. Может быть, что-то странное с тобой происходит, лады? Ну, спасибо за такое искреннее в этом доверие. Я просто говорю, чтоб ты пошёл ко мне на встречу, бестселлер. Подумай, а если бы это был я? Где это видано разгуливать ночью с оружием? Никто не просил тебя приезжать, Барри. Либо помоги мне в этом, либо возвращайся в Нью-Йорк. Тебе решать. Ты остаёшься, да? Тогда вопрос закрыт. Это всё бред, сумасшедший, Алл. Алл. Алл? Мы должны идти к шерифу или позвонить в АМР. Проклятье, Барри. Они её убьют. Это даже не обсуждается, Барри. Я иду, Клаверспик. Он сказал приходить одному. Хорошо, тогда ладно. Я понимаю. Но ты мой лучший друг, и я беспокоюсь, что у тебя не всё с головой в порядке. Скажи, как помочь, я сделаю. Жди меня здесь. И если я не вернусь до утра, вызывай подмогу. Только будь осторожнее с местами, Алл. Эти деревенщины опасны. Здесь каждый не любит туристов. А то будет как в избавлении, точь-в-точь. Будь здоров. Ой, это место хочет меня убить. Здесь наверняка повсюду плесень, споры, ядовитые плющи. Да и чёрт знаешь, что ещё. Это точно не стоит 50% комиссионных. 50%? Офигеть. Ты ему столько платишь, Алл? Я останусь здесь, Алл. Я буду удерживать порт. Я буду с тобой душой на каждом твоём шагу, Алл. Я закрываю дверь, Алл. Спокойной ночи. А нам всё-таки предстоит ночная прогулка. Мы должны спасти Элис. Хотя вот не очень понятно, как она оказалась у похитителя. Мы же видели, она в воду упала. Барри никогда не ладил с Элис. Но знал, что Аллан любит её до безумия. А теперь с Элис что-то случилось. И вот Алл вооружился пушкой и говорит вещи, за которые людей сажают в палаты с белыми стенами. Как будто у друга случился психоз, напрочь отградивший его от реальности. Барри был до смерти напуган. Бедный Барри. Надо приезжать его к груди и пожалеть. Я знал, что должен был обратиться к копам. Это была не самая умная моя мысль. Но я всё ещё злился на Барри, что он пытался меня отговорить. Эти люди позвонили мне прямо в офис шерифа. Копы их не страшат. И у них сейчас Элис. И непонятно, что этим реднекам от нас надо. Хотя, скорее всего, денег. Конечно, приехал такой богатый писатель. Почему бы не выкрасть у него жену и не потребовать выкуп? Миллиончик и два баксов. Ну вот, начинается. Снова. Ох, не хочется мне туда идти. Но выбора у нас нет. Разве что только выключить игру и закончить прохождение. Но это не наш метод. Поэтому идёмте. Внутри базы стояла жуткая вонь. Будто гниющий покойник выбрался из могилы. Расти харкал кровью. Я с трудом мог отвести взгляд от его сломанной и неестественно вывернутой ноги. Что за тварь это сделала? Макс поскуливал у себя в клетке. У Расти лихорадочно горели глаза. Взгляд его был полон ужаса. Он прохрипел. Мистер Вейк. Всё случилось прямо, как было написано на той странице. Ведение ослабляли меня. Это была не просто травма головы. Тьма атаковала этого мужика, у которого мы дом снимаем. А я-то думал, только я её вижу. Потому что головой долбанулось обо что-то. Кто-нибудь! Помогите мне! Помогите! Помогите мне! Вы слышите меня? Кто-нибудь! Пожалуйста, помогите! Помогите мне! Есть кто? Я здесь! Я здесь! Эй! Помогите! Мистер Вейк! О, чёрт! Случилось прямо, как на той странице, которую я нашёл. Всё сбылось. Она знала, как же темно. Она вернётся со мной. Нужно свет в кабинете. У меня есть ключ. Хорошо, Расти. Держись. Я сейчас вернусь. Что бы это ни сделало, оно не ушло далеко. Расти нашёл страницу рукописи. Она могла бы прояснить, что здесь произошло. Давайте найдём её. Но сначала включим свет. При нём мы в безопасности. Впрочем, мы видели, как Тьма расправляется с лампочками. Единственный способ убедиться, что с Расти будет всё в порядке, это включить электричество и свет вновь. Ещё страничка. Кто их разбрасывает? Откуда они тут? Турбаза была крепким зданием, но удар полностью развратил фасад. Расти пролетел через вестибюль, словно тряпичная кукла, и сильно ударился о дальнюю стену. Боли не было, пока он не пошевелился и не увидел, что нога его неестественно согнута. Сломанное ребро кололо изнутри. При мысли о смерти, Расти завыл от боли и страха. В последнюю секунду я изменил направление и бросился вниз. Топор расколол древесный ствол. Я рухнул в озеро яркого света. Лёгкие горели, не было сил двигаться. Я напрягся в ожидании смертельного удара, но его не последовало. Я поднял голову. Темнота оставалась неподвижной. Какое-то время я был в безопасности. Припасы. Возьмём. Я опоздал. Кто-то уничтожил распределительный щиток. И теперь не было шанса включить свет. Расти! Расти! Тьма вернулась. Земля была покрыта какими-то масляными пятнами. Они походили на жидкую тьму. Скорее это похоже на говно, в которое нам не стоит вляпываться. У охотников должны быть разрешения. О, привет, ребятки. Давно не виделись. Что-то проделало дыру в стене размером с мамонта. Пожалуйста! Не кормите животных! Расти! Живающие поручить должны приобрести особое разрешение на рыбалку в парке! Подчиняйтесь! Указаниям рейнджера! Без исключения! Расти! Расти, нет! Рывал камни! Примедляйте! Не подходите ближе к тем, что мы живем! Качим тихим зверям! Не подходите ближе! Чем на 20 метров! Домашних животных! Нельзя спускать с поводка! Не оставляйте животных! Без присмотра! У нас сеть! С территории парка! Природные объекты! Пересталенные предметы! Заплесено! Загоном! Прости, Расти! Ты не виноват! Тебя просто поглотила тьма! А так ты был хорошим парнем! За собачкой ухаживал! Но тебе уже никак не помочь! Вау! Сколько тут патронов! Целый ящик! Набелем сколько сможем! Больше срака двух нельзя! Ну ладно! Эта тьма все рушит, а на нас напасть боится! Ну конечно! Мы ее фонариком засветим до смерти! Что это было за хрень? Я видел что-то в окне! Я видел... Я видел что-то! Забудь об этом, Барри! Это же только я спятил! О боже! О боже! Ты не спятил! Надеялся, что ты спятил, но ты не спятил! Ал, осторожнее! Оставайся в доме! Никому не открывай дверь! Я серьезно! Вот теперь он нам поверил! Плюс один в наши ряды сумасшедших! Перед тем, как сознание покинуло его, Расти подумал о Роуз. Он был старше девушки, то едва исполнилось 20. Но рядом с ней он чувствовал себя молодым и забывал, какой катастрофой обернулся его прошлый брак. Расти не снимал обручальное кольцо. Он ждал, когда девушка попросит снять его. Этого уже не случится. Расти нравилась Роуз. Болит тоже нравится Роуз. Я только что избавил его от конкурента. Лаверс Пик был в дальнем конце так называемой природной тропы. Он не мог встречу где-нибудь поближе назначить? Топает тут через весь лес. Тут тайник еще один. Очередной тайничок. Оставленный непонятно кем. Но в любом случае очевидно, что он на нашей стороне. Иначе не стал бы нам помогать. Продолжение следует... Сволочи. Сволочи. Ловушку мне устроили. Я вам все равно не дамся. Скоты вонючие. Сволочи. 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 Высок. Сволочи. ой нехороший это звук он означает что тьма близко ого какой бугай но привет и кто вас таких тут двухметровых выращивает о ну-ка чё это древний великан это исключительно высокой дугласовый пихте псиудацуга мензи если под вид глауса было более 200 лет когда ее в 1937 году свалила молния если верить местным легендам она доставала верхушкой до самых звезд когда упавшую пихту измелили вышло шестьдесят шесть метров без малого мировой рекорд шестьдесят шесть метров ничего сиделевца офигеть как такого титана повалила какая-то молния не представляю себе даже да ее просто ты и пяти шагов не дают сделать не никак не отцепятся эй ну чё ты так подводишь а а вот генератор можно запустить в ящичек заглянем тут у нас батарейки уже не энерджайзер кстати а в оригинале были имена они я повернул за угол страшась того что мог увидеть в лучах фонарика впереди засеял грубо нарисованный символ факела под ним я нашел старый металлический ящик спрятанный за большим камнем это был целый склад оставлены не случайно батарейки сигнальные ракеты патроны запасы необходимые чтобы пережить темнейшую ночь приготовленные кем-то кто знал то что и я и даже больше кто же этот таинственный человек но людей ой да пошли вы больно прочный да 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 это что еще за качели дерево с которой был сделан этот срез начало расти в 1846 году в год подписания ригонского соглашения прочие знаменательные события отмечены на кольцах 1853 образование территории вашингтона 1878 основание горнодобывающей компании bright falls и самого города 1889 в вашингтон получает статус штата 1929 дерево пострадало от лесного пожара 1970-е 1970-е горнодобывающая компания bright falls закрывается после извержения вулкана под озером колдран 1980-е извержение вулкана святой елены 1987-е дерево повалено во время бури что интересно здесь упоминается некий вулкан под озером колдран а это как раз то самое озеро на котором мы останавливались хм агент найтингейл не хотел торчать в bright falls маленькие городки вызывали у него отвращение ему не нравились ни деревья ни кофе теперь он знал что за витринами и улыбками прячутся немыслимый ужас он отчаянно мечтал повернуть автомобиль и гнать пока не кончится бензин или свернуть с дороги и надраться но у него была работа писателя следовало поймать любой ценой и за что это он меня ловить собрался я же ничего плохого не делаю просто по лесу гуляю людей тяни и отстреливаю и 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 а и и Скорей, надо шевелиться. Сейчас набегут. Фонарик — это для детей. Сигнальные ракеты держат тварей подальше. Ты тоже их видишь? Конечно, я их вижу. Давай, надо идти. Зачем? Ха-ха-ха-ха! Потому что так полагается по сюжету. Да, но... Двигай! Я потерял свой ствол, спускаясь сюда. У меня есть ствол. Ты только свети на них. Это заняло время, но потом я узнал его. Он был на пароме, когда мы впервые сюда прибыли с Элис. Он знал мое имя. Мы следовали в одном направлении Клаверспик. И не было никакого шанса, что все это было совпадением. Он был похитителем. Давай, Вейк, не отставай! Вейк, ты подсвечивай, а я снимаю. Чё-то я его не помню на пароме. У нас теперь, к сожалению, нету пушки. Мы остались абсолютно беззащитны. С похитителем нашей жены в окружении людей теней. Отличная компашка. Отличная компашка. Как тебе, а? Отстань от меня! Чёртой, а? Поехали! Получай! Ага, вот так! Вейк, нам надо подняться к Лаверс Пик. Бери из ящика сигнальные ракеты и отгоняй их. Пока я не оторву доски. Дай мне ствол. Хе-хе, не прокатит, Вейк. Ты издеваешься? Дай мне пушку! Некогда языком молоть, не подпускай их! Шевелись давай! Осталось немного, отгоняй их! Посвяти-ка на этих уродов, тогда не сунутся! Еще чуть-чуть, почти готово! Отошли от меня! Хорошо, открыто, Вейк. Теперь шевелись! Вот так! Иди где, папа! Но умри же, наконец! Умри! Стоять! Тебе лучше, Вейк? Тепло и светло? Говори, где Элиса, что тебе надо, козел? Будь готов! Они скоро догонят! Это все, Вейк! Последний бой! Тут вот еще сигнальные ракеты! Готовься! Будем бить их, пока не кончится! Дай мне чертову пушку! Они идут! Так не пойдет! Вейк, следуй сценарию! Странно, что у него фонарика с собой нет. Как он до этого выживал? Без света этим ублюдкам урона не нанести. Это я для вас приказ! Странно! Тебе нравится, парень! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это проще простого, Бейк. Стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Назад, Верзила! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ба! В яблочко! Это ядовый расприкас! Ты вон! Видишь? Легко! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хватит притворяться! Где моя жена? А я знал, что ты это скажешь. Я все это уже читал. Ты просто невероятный писатель. Поздравляю! Ты принесешь в наш мир нечто великолепное и ужасное. Если только мы обеспечим тебе хороший редакторский надзор. Что ты несешь? Где Элис? Мне нужна вся рукопись. Или ей не поздоровиться. Только дронь ее и... Или ты отдашь мне рукопись, или пожалеешь. А ну, вернись! Я клянусь, я убью тебя, если ты навредишь Элис! Слышишь меня? Вернись! У него была Элис. И он жаждал эту рукопись так, как думал, что она обладает какими-то магическими силами. Но у меня не было рукописи для него. Мне нужно было возвращаться к Барри и продумать свой следующий шаг. Да, мы, конечно, узнали, кто похититель. Но Элис мы так и не спасли. Много раз Элис пыталась объяснить мне, каково это бояться темноты. Для нее темнота была не просто отсутствием света, но чем-то осязаемым, что можно было потрогать и ощутить. Хуже того, это было нечто, обладающее собственным враждебным разумом. Для Элис все обуденные вещи в темноте превращались в нечто чужеродное, и не было в них больше ничего безопасного. только сейчас я по-настоящему понял, что она имела в виду. Субтитры создавал DimaTorzok Че это такое светящийся? Твою мать, я наступил в капкан. До чего же это больно, небось? Кто-то поставил капкан на писателя. Субтитры создавал DimaTorzok Главное не смотреть вниз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да мы уже с тобой слышали эти звуки. Это звуки тьмы. Кстати, игра вообще не пугает. Хотя, в принципе, не должна, потому что это не ужастик. Это экшен-адвенчур, дамы и господа. Это приключенческий боевик. О, ну сейчас будет бойня. О, ну сейчас будет. Продолжение следует... Активировали контрольную точку. Я, конечно, погибать не собираюсь, но... На всякий случай. Играю, кстати, на нормале. Для меня оптимально. Не люблю излишнюю сложность. Этой ночью одна отчаянная ситуация сменяла другую. Я был измотан, и всё тело болело. Фонарик стал тяжёлым. Взводя курок, я чувствовал, как в руку отдаётся боль. Но мне наконец-то удалось выбраться из леса, и дела вроде бы налаживались. Но тут я услышал бензопилу. О, нет. Ну, к такому надо подготовиться. Впереди нас ждёт босс с бензопилой. Но у нас найдётся, чём ответить. Мозилла. Врасплох решили застать скоты. Следует... Не водил нажимаем. К ответить. Давай, включайся. Там впереди какой-то дом. Как нам туда пройти? Безопасными тропами. Охота на еду помогает сэкономить деньги. Убивайся. 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 Че, куда тут топать? Сюда? Че-то нифига. Убивайся. 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 Когда Барри увидел, как тьма окутала туристический центр, он во всё поверил. Люди, которые Халл, по его словам, пристрелил, это были не просто выжившие из ума деревенщины. Мир каким-то образом переменился, будто без предупреждения переключили канал. Ты думал, что смотришь ситком, а на самом деле шёл ужастик. Когда птицы напали на вертолёт, Барри не удивился, а просто испугался. Субтитры делал DimaTorzok Всё разваливается. Тьма всё разрушает. Ну, конечно, ломать не строить. Эти фразочки просто угарные. Давайте собирать лавандыш. Это просто смешно. Говорили бы что-нибудь пугающее. Ну, что-то типа... Мы сейчас тебя зарубим. Ну, я не знаю, что-нибудь такое. Я знаю. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok А вот он и босс с бензопилой Для нас твое появление не стало чем-то неожиданным А все потому, что мы прочитали ту страничку Хотя я мог и запросто ее пропустить Я много пропускаю на самом деле Все искать как-то в лом Субтитры сделал DimaTorzok Барри? Ау, на крыльце полно птиц Они хотят меня защиткухать Не попадайся им на глаза Я в пути И не открывай дверь Я что, по-другому спятил? Спрячься Я скоро буду Только убедись, что ты включил свет Держись, Барри Я иду Я все еще должен был добраться до Барри Но, по крайней мере, из леса я выбрался Мне нужно было достать машину из закрытого гаража Это позволило бы добраться до Барри быстрее И зажженные фары были приятным бонусом На тачке ехать безопаснее Где бы найти ключи? Агент ФБР приказывал не двигаться Я подумал, не стоит ли сдаться Все равно у меня ничего не ладилось А тут такая возможность переложить дело на кого-то другого Но что-то мешало Считайте это инстинктом Его поза, манера держать пистолет Он не был другом Я бросился к дыре в заборе и нырнул в темноту А позади гремели выстрелы Ключи я здесь не нахожу Мне нужно было найти ключи от гаража Мне нужны были ключи от гаража Чтобы взять машину Не надо мне напоминать Каждые пять секунд Что я должен делать История не машина, что выполняет то, что ты говоришь История это зверь, живущий своей жизнью Ты можешь создать ее, придать форму Но история растет и рвется жить своей жизнью Измени одно, и ты вызовешь цепную реакцию Которая распространится на все Персонажи должны быть верны себе События должны следовать логике самой истории Один из ян и магия уйдет История умрет Согласитесь, угарные фразочки Враги скорее не пугают и веселят А теперь в тачку Да, в Алл-Ани-Уэйке можно ездить на машине Физика, конечно, такая себе Но, в принципе, поездки на машине Это, как правило, довольно-таки короткие эпизоды Поэтому не слишком бесит Да и в машине чувствуешь себя в безопасности Мне кажется, что яailleurs Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Места уже знакомы и мы почти на месте... Продолжение следует... Ты ее запросто найдешь, городской парень. Встретимся там, в главном корпусе, в полдень. Принесешь рукопись, получишь свою женушку. Не принесешь? Ну... Понял? Да, да, я... я... я понял. Зачем она ему? Че он собирается с ней делать? И вообще, откуда он про нее узнал? Миллион вопросов, ноль ответов. Барри по телефону говорил про птиц. Вот эти надписи еще... Они светятся только, когда на них фонарик наводишь. А так их не видно. Аль, я так рад, что ты здесь! Пара из них пробралось, пока я дамагог лакировал. Это ненормально! Эти птицы странные! Нифига себе, сколько пернатых Тут тайничок есть, где-то Вот сволочи, зацепили меня Значит тебе еще повезло, приятель Субтитры сделал DimaTorzok Разлетаетесь, птицы Да чего неугомонные Может они голодные Может им птичий корм купить Варри, ты уже можешь открыть дверь? Их нет Выходи, жертва птичьего насилия Эй, Ал, я, я, прости, что думал, будто у тебя нервный срыв случился Я отправил Барри в город поспрашивать Может кто опознает похитителя И еще он посмотрит подшивки местной газеты Может он сумеет выяснить что-нибудь Хоть что-нибудь про исчезнувший остров Похитителю нужна была рукопись Придется ее написать, чтобы вернуть Алис Для меня мир сверхъестественного всегда был не более чем аллегорией человеческой психики И литературным средством А теперь это происходило на самом деле И я не мог выдавить из себя ни строчки Барри Уиллер слушает Это Роуз Роуз? Я нашла страницы мистера Уэйка О, ты милая, прекрасная девушка Вы не могли бы прийти вместе с мистером Уэйком? Я живу в трейлерном парке за городом И часа не пройдет, как будем там До свидания До скорого Удачного дня Заходите еще Добро пожаловать в закусочную, дорогое Хорошая девочка Добро пожаловать в закусочную, дорогое Добро пожаловать в закусочную, дорогое Кёртвы Продолжение следует... Продолжение следует...